Привет, друзья! С вами Джин Лав, и в этом видеоуроке мы научимся создавать записи и добавлять их себе на сайт. Но перед тем, как мы начнем, я вам расскажу, чем отличаются страницы от записей. Смотрите, если мы нажмем на какую-нибудь из своих страниц, например, я нажму на свою, да, вы нажимаете на свою, и посмотрим ее, то что мы видим, что эта страница полностью открыта, да, она у нас вот здесь открылась, и мы видим название, видим картинки, видим всю информацию, которую мы сюда выложили, да, здесь прописали. Сразу все видим здесь. Записи отличаются тем, что они частично скрыты, да, вот, и второе, они постоянно переходят, где-то по ступенькам сверху вниз, и это я вам покажу на примере, на сайте Евгения Попова. Смотрите, вот пример записей. В записи вся информация скрыта, а показывается только анонс этой информации, то есть какая-то картиночка, часть текста и название этой записи. Если нам это интересно, нажав кнопку «Читать далее», у нас откроется сразу вся эта запись полностью, и тогда мы уже можем все это увидеть и прочитать, да, вот. Далее. Когда у нас появляется какая-то новая запись, эта запись переходит вниз, вниз, а новая появляется вверху. И вот так все записи, они расположены. Вверху новые, внизу старые. Более старые записи, они располагаются уже по таким вот страничкам ранжируются. Ну, это и так все понятно. Вы все пользовались в интернете сайтами, блогами и так далее. По сути, записи – это отображение нашего блога. Итак, пойдем дальше. Вернемся к себе на сайт, и сейчас я покажу, как добавлять записи к себе на сайт. Первый способ – можно навести на надпись «Добавить» и внизу нажать «Добавить запись». Второй способ – зайти в панель своего сайта, навести на записи и нажать на все записи, где отображаются на все записи, и также тут «Добавить новую». Легче пользоваться вот этим вот способом, наводя сюда и нажимать «Добавить запись». Обновим страницу. Таким способом мы воспользуемся. Наведем сюда, нажмем «Запись». Таким образом добавляется запись. Смотрите, тут пишите, допустим, любое название вашей записи. Сейчас мы просто учимся. Вот я написал «Скорость». Вот, и смотрите, здесь прописываете какой-то контент, текст, картинки и так далее. Вот, и нажмите «Опубликовать». Смотрите, как только мы опубликовали, мы также еще можем добавлять записи вот здесь, нажав на эту кнопочку. Все, в принципе, очень похоже, как со страницами. То есть, в принципе, все то же самое. Также мы можем каждую запись, да, по-разному выделять. То есть, по-разному выделять. Допустим, без колонок, с левой колонкой, с правой колонкой и так далее. Вот. И что еще? Давайте вот сейчас сразу произведем настройки такие. Нажмем на «Настройки экрана». И здесь поставим следующее. Формат, галочка должна стоять, рубрики, галочка должна стоять. Метки убираем, метки нам не нужны. Миниатюры записи должны стоять. И вот это английское слово «Select out» тоже должно стоять. И также галочка, где кнопочка 2 и галочка «Включить растягивание редактора по высоте и полном режиме». Все это должно стоять. Вот, как у меня. Нажимаете, закрываете это дело. Теперь смотрите. Давайте поэкспериментируем. У нас есть такая панелька справа. «Формат записей». Сейчас мы сделаем что? Мы сейчас будем добавить сюда какой-то контент. Я, допустим, скопирую какой-нибудь любой текст, чтобы сейчас его не писать, время на это не терять. А вы можете прописать сами, либо то ли откуда-нибудь скопировать и вставить. И нажмем «Обновить». То есть мы обновляем. И потом нажмем «Просмотреть изменения». И посмотрим, как эта запись у нас отображается. Вот мы видим, что запись «Скорость» названия есть. Видим, кто выложил. «Админ», «Дата». Ну, это как бы эти мы потом вещи уберем. Редактировать и так далее. Такие просто дополнительные штучки. Вот видим отображение записи. Вот у нас так отображается. Далее вернемся сюда и поставим галочку. Допустим, мы хотим эту запись отобразить не как стандартную, а как заметка. Ставим галочку «Заметка» и нажимаем «Обновить». Закрою эту вкладочку. Нажимаем «Просмотреть изменения». В принципе, никакой разницы я не заметил сейчас, да? А нет, вот появилась такая новая шестереночка какая-то появилась и надпись «Заметка». То есть, больших изменений на самом деле нет. Ну, давайте продолжим дальше. Нажмем на кнопочку «Аудио». Нажмем «Обновить». Закроем это. Нажмем заново «Просмотреть изменения». Откроется вкладка. Смотрим, что изменилось. Ну, просто появилось слово и значок «Динамика» и «Аудио». На самом деле, я вам не рекомендую использовать и делать все вещи. Никакой пользы я от них особо не вижу. Как бы есть просто, это как статус, да? Что это у вас? А так, на самом деле, лучше, я считаю, пользоваться стандартными записями. Вот. И везде использовать их. Ну, смотрите, в чем плюс вот этих форматов, да? Есть, конечно, небольшой плюс. Допустим, вы где-то выкладываете только текст, а где-то захотели выложить видео, да? И если хотите, чтобы люди, когда листают, например, ваш блог, да? Листая ваш блог, вот здесь вот будет все листаться. И они увидят вот здесь надпись «Видео», и это будет как бы выделять среди других, что там везде стандартная запись, а вот тут с видеозапись. Это как о статусе вашей записи. Что там у вас? Цитата, ссылки, галерея, изображения, аудио, заметка или чат. Это просто их отображение. Так, смотрите. Вы, наверное, уже заметили, что наши записи отображаются вот сразу, как бы целиком, да? Полностью. А как я показывал в предыдущем примере на сайте Евгения Попова, они у него отображаются вот таким вот анонсом. Давайте сделаем у себя так же. Вернемся сюда. И для примера добавим сюда еще какую-нибудь картиночку. Нажмем «Добавить файл». Давай, «Медиафайл» точнее. Выберем какую-нибудь картинку. Вы можете также ее либо загрузить, либо из библиотеки. Сейчас мы просто учимся и тренируемся. И сюда расположим текст. Обновим. Обновили. Дальше, смотрите. Для того, чтобы у нас отображалась вот здесь вот такая вот миниатюрка, нам необходимо сделать следующее. Опуститься вниз. И тут надпись есть такая. «Миниатюра записи». И нажимаем надпись «Задать миниатюру». Нажимаем надпись «Задать миниатюру». И выбираем либо ту же картинку, либо какую-то другую. «Задать миниатюру». Все, она задалась. Нажимаем «Обновить». Обновили. Здесь закроем. Нажмем «Просмотреть изменения». Сейчас мы увидим не то, что хотим увидеть. Мы увидим как бы то, что появилась картинка. И все. Почему мы это не видим как вот здесь, да, анонсом именно? Смотрите, мы не видим это потому, что у нас не настроен именно это как блог, да? Чтобы эта запись отображалась в блоге. Для этого нужно сделать следующее. Например, я сначала покажу первый способ. Первый способ – это привязать их к какой-то странице наш блог. И мы будем публиковать каждую запись. И нажав на какую-то страницу, она будет отображать все наши записи. Второй способ – это через рубрики. Мы рубрики коснемся чуть позже, но кратко скажу следующее. То есть будет, допустим, список рубрик, этот список тем, где будут отображаться наши записи. Давайте начнем с страниц. Например, добавим новую страницу. Наводим «Добавить», нажимаем «Страницу». И назовем ее «Блога новости». «Опубликовать». Опубликовали. Дальше. Нажмем «Просмотреть страницу». Нажмем вот сюда. И далее перейдем в «Настройки». Наводим на «Настройки» и выбираем «Чтение». Здесь смотрите. Вверху у нас отображается следующее. В вашей последней записи стоит галочка. А здесь внизу пусто. Нажимаете за сюда «Статическую страницу». И мы теперь с вами выбираем, какая страница у нас будет. Главной страницей, а какая с записями. То есть смотрите, что произойдет. Допустим, я выберу главную страницу. Это вот эта. Вот это будет главная страница. Что означает главная страница? Это когда посетитель наберет название моего сайта. Bukujin.ru. Нажмет «Поиск» и зайдет в нее. То он увидит вот эту страничку. Вот эту. У него откроется эта. Если мы выберем вот здесь в настройках другую какую-то страницу, допустим. Например, запчасти. То посетитель увидит страницу вот эту. У него откроется страничка с запчастями. То есть здесь будет совсем другая страница. Когда он введет имя моего сайта. Вот это означает главная страница. Далее. Смотрите. Если оставить галочку «Ваши последние записи», то у посетителя всегда будет отображаться следующее. «Наши последние записи». Сейчас я это вам продемонстрирую. То есть мы сейчас вернем назад «Ваши последние записи». Вернемся на наш сайт. Откроем новую вкладочку. Вот. И посмотрим. То есть последняя запись – это у меня запись «Скорость». Видите, она там отображается. У меня картинка. Здесь написано «Скорость». Здесь немножко текста. И дальше, если я нажму сюда, у меня откроется эта запись полностью. Нажимаем. Откроется эта запись полностью. То есть при вводе моего сайта, если у нас галочка вот здесь стоит вот так, «Ваши последние записи», то всегда будет отображаться мои вот здесь все последние записи. То есть последняя запись – это «Скорость», а предпоследняя – это «Привет, мир». То есть. Но это не совсем удобно. Лучше, когда мы сами выбираем, какую страницу сделать главной, а какой с записями. Поэтому мы ставим галочку вот здесь. Статистическую страницу «Выберите ниже». И мы здесь выбираем, что вот здесь у нас будет главная страница. Это, допустим, у меня «Ламборджини». То есть вот эта у меня будет главной. То есть когда человек будет посещать мой сайт, первое, что он увидит, это вот эту вот страницу. Второе, страница с записями – это будет страница, которую я только что придумал. Блог блога «Новости». Выбираю ее. Дальше. Здесь ниже мы выбираем, сколько записей будет отображаться на моем сайте. То есть, смотрите, сколько вот таких вот блоков, на примере другого сайта покажу, будет отображаться. Один, да? Два, там, три, четыре, там, пять, шесть, семь и так далее. Сколько вот таких вот записей будет отображаться. А после чего уже пойдет вот такие вот цифры. Я не хочу, чтобы у меня была очень длинная лента и было очень много записей, а потом уже шли цифры. Я решил, что пускай будет пять. И здесь, и здесь ставлю пять элементов. Далее. Сейчас у меня запись отображается полным текстом. Но нам нужно, чтобы было вот так вот анонсом. Так красивее и удобнее. То есть, вот таким вот анонсом, чтобы не все показывалось. Мы нажимаем галочку «Анонс» и нажимаем «Сохранить изменения». Сохранили. Смотрите, все мы это сделали, но такой вот вопрос, да? У нас-то еще не стоит эта страничка «Блок новости», нигде ее не показано. И мы эту страничку можем, на самом деле, вывести куда угодно. Мы ее можем поставить в любую колонку вот сюда, в левую колонку, в любое место. Либо, опять же, вверх. Я сейчас поставлю это вверх, а как в другие места это все настраивать, я покажу в других видео. Итак, теперь поставим вот эту вот страницу «Блок новости» в свое меню. Зайдем в меню. Выберем галочкой «Блок новости», нажмем «Добавить в меню». И поставим это повыше после надписи о компании. Нажму «Сохранить». Сохраню все это. Теперь вернусь на страницу своего сайта. И вот у меня появилась такая раздел «Блок новости». То есть, смотрите, если я сейчас нажму на «Блок новости», у меня откроются мои записи. То есть, вот открылись мои записи. Сейчас картинка большая, и для того, чтобы она стала меньшей, нужно произвести другие настройки, которых я покажу тоже позже. Сейчас главное нам просто понять те смыслы, как все это происходит. Давайте добавим еще одну запись. «Добавить запись». Назовем ее «Мокрый асфальт». «Мокрый асфальт». Здесь какой-то текст. Нажмем «Опубликовать». Давайте добавим еще записи. Чтобы у нас было больше пяти записей. Назовем ее «Сухой гравий». «Сухой гравий». Вставлю текст. Нажмем «Опубликовать». Теперь добавлю еще запись. Назовем ее «Зеркала». Опять вставлю какой-нибудь текст. Нажмем «Опубликовать». Нажмем «Опубликовать». Так, добавлю еще запись. Назову ее… Нажмем «Опубликовать». Добавлю еще последнюю запись. Я думаю, уже точно будет у нас больше пяти записей. «Добавить новую». Назовем ее «Милиция». Ставим текст. Нажмем «Опубликовать». Теперь давайте вернемся на свой сайт. На всякий случай его обновим. И нажмем теперь на наш блог новостей. Протянем вниз и посмотрим, что у нас здесь отображается. У нас здесь отображается запись «Милиция последняя», предпоследний цвет машин, дальше «Зеркала», дальше «Сухой гравий», дальше «Милиция». «Окры асфальт». И потом уже после пяти записей отображается вторая страничка. Нажмем на 1, 2. И тут уже отображаются запись «Скорость» и запись «Привет, мир». Нажмем на 1. Вернемся опять сюда. Итак, смотрите. Вот как у нас отображаются наши записи. Что еще можно сделать? А можно сделать следующее. Давайте я вам покажу. Можно самим выбрать, сколько информации отобразите в анонсе записи. То есть мы сейчас выберем следующее. Вот можем отобразить вот столько, да? А можем отобразить меньше или больше. Мы сами можем это выбрать, чтобы отображалась именно та информация, которую мы хотим. Так, как это сделать? Туда зашел. Вот вы зашли в свою запись. Давайте еще добавим какую-нибудь картиночку. Допустим, вот эту я вставлю. Смотрите, если вы где-то хотите оборвать текст, то это нужно сделать следующим образом. Нажимаете вот здесь «Текст» и далее выбираете, где вы хотите оборвать текст. Ну, например, после слова «Читать» ставите галочку, палочку точнее, и нажимаете «Море». Далее нажимаете «Обновить». Возвращаемся на наш сайт. Нажимаем «Обновить страницу». И видите, что произошло. После слова «Читать» уже текст не идет. То есть мы здесь его прекратили. Таким же образом настраивается любая запись. То есть вы сами выбираете, сколько текста показать, а сколько убрать. Чтобы удалить это ограничение, да, чтобы после «Читать» показывалась запись, нажимаете, нажимаете «Delete», удаляете на своем компьютере. Или правой кнопкой мыши там «Удалить». Далее. Мы еще здесь не задали миниатюру. Давайте задим миниатюру. Нажмем «Задать миниатюру». Выберем вот такую картинку. Задали. Нажмем «Обновить». Еще раз вернемся на наш сайт. Обновим страницу. И вот что мы видим. Что вверху отображается картинка, а внизу отображается наша запись. Смотрите, размер картинки можно настроить. Как это сделать? Чтобы она, допустим, была не такой большой, а была поменьше. Переходим в панель управления своего сайта. Допустим, откроем новую вкладку. «Зайдем». И далее мы наведем на настроечки и наведем на медиафайл. Смотрите, здесь у нас показывается, чтобы миниатюры у нас отображались точно по вот этим размерам. 150, 150. Мы можем эти миниатюры изменить. То есть, вот эта вот миниатюра, вот эта вот миниатюра отображалась по размеру 150 пикселей на 150. Это можно поменять. Вот здесь прописывайте свои данные. Допустим, для примера просто укажу 50, 50. Нажму «Сохранить изменения». Сначала удалим миниатюру, а потом заново зададим. Нажмем «Задать миниатюру». И выберем ту миниатюру, которая нам необходима. Нажимаем «Задать миниатюру». И теперь опять обновим запись. Нажмем «Просмотреть запись». Что мы видим? Видите, миниатюра стала маленькой, и текст уже начал показываться у нас справа. То есть, видите, это настройки индивидуальные. Опять вернемся в настройку медиафайлов. И здесь я вам подробно расскажу. Я сейчас верну все в первоначальное состояние. Поставлю, как и было, 150, 150. И нажму «Сохранить изменения». Смотрите, когда вы загружаете любую картинку, либо фотографию на свой сайт, WordPress, эта система, она обрезает ее сразу по три размера. И создает три размера, три фотографии. С максимальной шириной, со средней шириной и с миниатюрой. И таким образом, когда вы добавляете миниатюру к себе в запись, тогда у вас она становится вот таким размером. Вы добавляете миниатюру такого размера. Когда вы ставите фотографию себе в страницу, либо куда-то запись вот сюда, а вы, конечно, можете здесь настраивать, увеличивать, уменьшать или нажать карандашик. Изменить, протянуть вниз. И здесь сделать какие-то изменения, настройки. Вот здесь поменять ширину, высоту и так далее. Вот, допустим, тут у нас 300, 207. Можно это здесь изменять. Либо, смотрите, чтобы каждый раз вам не менять, вы можете здесь задать значение, какое хотите, чтобы у вас всегда фотографии были среднего, максимального и маленького, и миниатюры. И тогда вам не нужно будет каждый раз настраивать вот здесь и редактировать. Для чего это нужно? Смотрите. Вы выбрали какой-то макет для своего сайта. Допустим, если у вас такой макет, да, с двумя колонками, слева и справа, то здесь ширина небольшая. И я, допустим, хочу всегда отображать вот именно в эту ширину всю картинку, да. Я узнаю, какая здесь ширина примерно, увеличивая или уменьшая, допустим, вот здесь, да. Допустим, увеличиваю, обновляю. Далее я нажимаю просмотреть изменения. Сейчас страница откроется. И вот я вижу, вот, да, вот картинка вот такая вот. Идет во всю ширину столбца. И я, чтобы узнать, какая же здесь ширина и высота, я просто опять кликаю на картинку и вот чуть-чуть ее влево-вправо потрогаю. И у меня сразу появляются вот здесь вот цифрыки, да, вот вы видите справа. Вот были такие здесь цифрыки. Ширина ее и высота. Просто запомнив эти значения, я могу сюда их прописать, чтобы WordPress сразу создавал фотографии такого размера. И все. Вот. Это было кратко о том, как использовать фотографии. Далее. В предыдущем видео, когда я вам показывал, как создавать страницы, я указывал, как добавлять ссылки на текст. Сейчас я также покажу, как добавить ссылку к картинке. То есть вы кликаете на картинку, далее нажимаете вот сюда, добавить ссылку. Вы здесь стираете и также вставляете ту ссылку, которая вам необходима. Если хотите, чтобы эта ссылка открылась в новом окне, ставите галочку «Открывать в новом окне». Нажимаете «Обновить». То есть все также очень просто, как и в страницах. С текстом. Вот. Теперь давайте перейдем к нашему сайту. Нажмем на главную страницу, посмотрим, как отображается. Опустимся вниз. То есть вот отображается картинка и вся страница. И нажмем еще раз на блок «Новости». И посмотрим, как здесь отображается. Здесь отображается по записи. Собственно, мы что сделали? Мы придумали любую страницу, привязали к ней наши записи. И теперь каждый раз, когда мы будем выкладывать какую-то запись, она будет у нас выкладываться вот здесь сверху и привязываться к этой страничке. Вот. Также, смотрите, можно записи выкладывать по тематикам. Допустим, у нас есть записи на одну тематику. Допустим, там, шины, диски. Допустим, есть записи по поводу покраски машин, для примера. И вы не хотите, чтобы они были все вот здесь в одной колонке, да, чтобы это было отдельно. Для таких целей существуют рубрики. И это я вам сейчас тоже покажу на сайте Евгения Попова. У него очень хороший сайт. Я это вам продемонстрирую, как у него это расположено. Смотрите, вот, допустим, рубрики. Нажав на «Журналы», здесь будут все записи по темам «Журналы». Нажав на другую какую-то тему, допустим, да, там, «Мои события». Тут будут записи все его по его событиям. То есть, вот такие вот можно выводить рубрики, либо в правой колонке, либо в левой. То есть, где угодно. Также их можно еще и вверху размещать. И это я вам все покажу, как работать с рубриками уже в следующем видео. А на этом все. С вами был Джин Лав. Пока.